На этой неделе в Ахитовском районном суде Казани вынесли приговор по громкому уголовному делу о распиле бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизингрант». Само уголовное дело составило несколько десятков томов, а приговор всем участникам судебного процесса 600 страниц зачитывали на протяжении четырех дней. Итак, на скамье подсудимых оказались экс-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. Его супруга Марина, ее подруга Вероника Мирзагалямова и еще 20 директоров фиктивных и действующих фирм, которые получили бюджетные средства якобы на развитие бизнеса. Год назад уже был осужден один фигурант уголовного дела, партнер Халиулина Тимур Аюпов, эксперт Министерства экономики и бывший сотрудник ассоциации пошел на соглашение со следствием и раскрыл весь механизм работы преступного бизнеса. В итоге был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. По материалам следствия схема по распилу бюджетных средств была очень проста. Давайте посмотрим. Некой фирме предлагалось написать бизнес-план. Потом, после одобрения конкурсной комиссии, средства переводились на счет фирмы. А после обналичивания, ныне фигуранты уголовного дела получали свой процент от сделки. В результате мошеннических схем государство понесло убытки на 21 миллион рублей. Впрочем, можно говорить и о другом ущербе, нанесенному реальному бизнесу, который так и не смог получить гранты от государства. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.